Кукла, Саша, не плачь, кукла, даже не плачь, кукла, Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Русское слово кукла родственно греческому киклос, круг, и означает нечто свернутое, например, деревяшку или пучок соломы, который девочки издавна пеленали и завертывали, подчиняясь инстинкту материнства. Владимир Даль дает следующее определение понятию кукла. Это сделано из тряпья, кожи, битой бумаги, дерева, подобия человека и иногда животного. Кукла всегда была предметом культа. На протяжении тысячелетий человек неразрывно связан с этими таинственными загадочными существами. Куклы встречали человека при рождении, сопровождали его в загробный мир, жили во дворцах и храмах, в залах знатных вельмож и лачугах бедных крестьян. Куклам посвящено много песен и стихов. Для них шили самые смелые наряды и доверяли сокровенные тайны. В 19 веке авторская кукла вообще стала направлением в искусстве, на долгое время канувшем в лету в связи с развитием фабричного производства в 20 веке. Однако ныне авторская кукла снова заняла свое особенное место в культуре и искусстве. Сегодня в мире есть признанные мастера, из чьих рук выходят настоящие шедевры. Некоторые из таких кукол стоят целое состояние. Но не меньшей ценностью обладает любая кукла, сделанная собственными руками, даже если это работа ученика или студента, ведь она хранит частичку души и тепло рук автора. Вообще у нас, в основном, наша работа в университете заключается в том, что мы клеим макеты. То есть нам приходится работать с маленькими детальками, с бумагой. Нам приходится в основном, мы, конечно, клеим. Так? Лично я, наверное, работаю, ну, вяжу иногда. Да, то есть есть такой кристик, бисер, не могу сказать за всех, но у каждого, каждый из моих одногруппников, из причаственников, из других групп, они могут вот именно в кукле реализовать какие-то свои хобби. По традиции все выставки студентов кафедры дизайна проходят под общим названием «Геометрия поиска». Посетители музея могут увидеть более 50 кукол, которые сделаны из разных материалов и по разной тематике. Вот самая первая тема куклы, которая у нас была, это была тема эмоций. Каждый для себя выбирал эмоцию, которую ему проще всего показать, которая ему больше всего нравится, наверное. И вот именно по образам, которые у него рождали в голове, это, наверное, ну, каждый по-своему происходит, выбиралась одна определенная эмоция. Лично для меня эмоцию, которую легче было всего описать, это была эмоция страха. В выборе материалов студенты не ограничены, каждый может выбрать по своим возможностям и пристрастиям. Большая часть представленных кукол сделана из самозастывающего пластика. Подобные изделия начинаются с каркаса, который делается из проволоки. На каркас крепятся мышцы, папье-маше, фольга, и только после этого кукла покрывается пластиком. Очень хорошо развивает пространственное мышление, потому что прежде чем слепить, надо все это расчертить. И это очень хорошо развивает пространственное мышление, потому что мы это все, естественно, все склеиваем, все это, естественно, придумывается сначала. И очень дает хорошую базу на последующий год, когда уже надо будет придумывать в объеме чертежи, фасады, интерьер квартиры. Двух одинаковых кукол быть не может, даже если они выполнены на одну тему или обозначают одну и ту же эмоцию. Образ проработан весь на мелочей, начиная с полностью постановки, зонта в руке, заканчивая лицом. Все здесь дает понять, что это за эмоция, что это за состояние. По поводу того, как она сделана, я думаю, что работа колоссальная, потому что здесь работа и с деревом, и с металлом, и с глиной или пластикой, и с тканью. Каждый из нас может найти нечто свое в этих куклах, забавных и грустных, реалистичных и сюрреалистичных, но в каждом случае прекрасных своей глубиной и одухотворенностью. Работа выставки планируется в течение всего декабря. Работа выставки планируется в течение всего декабря.